Вашему вниманию представляется доклад на тему влияния лечения несоответствующего рекомендациям на онкологические результаты терапии гермиогенового рака яичка. Рак яичка встречается относительно редко и в структуре онкопатологии составляет всего 0,6% среди мужчины. Она поражает промышленно трудоспособных мужчин молодого возраста. Заболевание характеризуется высокой скоростью роста и агрессивной течении. Рак яичка высокочувствительны к современным схемам химиотерапии, что позволяет добиться полного излечения даже в случаях десеминированного процесса. Современный алгоритм лечения включает комбинацию хирургического и химиотерапического методов. Несоблюдение стандартов лечения может проводить к ухудшению онкологических результатов лечения или увеличению рископобочных эффектов терапии. Однако на практике это было оценивано лишь в двух исследованиях. Частота проведения нестандартного лечения может достигать 18% по данным университетской клиники Горг Келна или 30% по данным трех академических медицинских центров в США. Аналогичное исследование не проводилось в условиях раздоровления республики Беларуса. Поэтому в данной работе проанализировали онкологические последствия проведения стандартного лечения пациентов с герменогеном ракового яичка для разработки мер по улучшению качества лечения. Для этого в исследование мы включали все пациенты, которые получили лечение, либо консультативную помощь в нашем центре с 2010 по 2015 годы. Всего получили 253 пациенты, разделили на основные две группы по гистологии семенома и несеменома, выдая на соответствующий стандартный метаболизм и избыточное лечение, недостаточное лечение и ненадлежащее лечение. При анализе были рассчитаны показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Проведен моно- и мультивариантные анализы пропорционалов рисков кокса. Из включенных пациентов 109 получили адекватное лечение, а у 144 выявлено нарушение стандарта лечения. Большинство пациентов получили измеченное лечение. Из вариантов измеченного лечения в первую очередь это было измеченное количество циклов химиотерапии. Это можно объяснить, что на нашем взгляде, что в случае частичной регрессии опухоли после проведения четырех курсов химиотерапии проводился дополнительный цианс химиотерапии с целью получения максимального непосредственного эффекта, что при других лекализациях зачастую бывает оправданным. Недостаточное лечение получили 47 пациентов. Самым частным нарушением в этой категории было удаление остатков образования более 1 см после химиотерапии. Недостаточное лечение получили 16 пациентов. Избыточное лечение в принципе не отличалось по выживаемости от обычного стандарта лечения, в то время как недостаточное лечение было существенно ухудшение выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Статистское значимость в результате многофакторного анализа выявлено для клинической стадии и недостаточное лечение. То есть риск прогрессирования увеличивается почти в три раза, а смерть почти более чем в два раза. Для пациентов с распространением рака есть вторая и третья стадия, с недостаточным лечением, пятилетнее выживание с беспрогрессированием составило 52%, против 81% пациентов с отсутствием указанного на решение стандарта лечения. А пятилетнее общее выживание составило 61% против 89%. То есть различие статистской значимы. У пациентов, получивших недостаточное количество курсов в химиотерапии, существенно статистская значимость ухудшалась выживание с беспрогрессированием и общей выживаемость, как у пациентов без хирургического удаления остатчной опхоли. В анализе ремикогорте пациентов с герменогеном раком яичка наблюдается высокая частота нарушения стандартов лечения, наиболее частым из которых выявляется проведение избытчинного лечения, в том числе избытчинных циклов в химиотерапии, и недостаточное лечение, в том числе недостаточное образование после химиотерапии. Риск прогрессирования рака яичка при удалении достаточно образования после химиотерапии в почти 6 раз выше, чем при стандартном лечении, а при недостаточном количестве курсов химиотерапии в 3 раза выше, чем при стандартном лечении. Избитивное лечение в любой форме не ухудшает отдаленные результаты, однако негативно влияет на качество жизни пациентов и сопровождается неправданным высоким финансовым затратами. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор Викторженович. Коллеги, вопросы есть какие-нибудь? У меня не вопрос, наверное, больше как благодарность, потому что благодарность прежде всего вам и коллективу авторов, который представил данную работу. Мы привыкли говорить о том, как надо лечить, какие могут появиться перспективы, но не стоит забывать показывать работы, как не нужно этого делать. Поэтому мы знаем прекрасно, что если правильно соблюдать клинические рекомендации при лечении рака яичка, то пятилетняя общая выживаемость достигает практически 97-98%. Поэтому спасибо большое, очень интересная работа и прекрасно продемонстрированы статистические результаты. Спасибо. 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 Спасибо.